Продолжение следует... Ну, касается неверующих, потому что это как раз о спасении. И здесь эта притча... Ты бы подумал, что человек будет проповедовать с Нового Завета. Но здесь достаточно есть о Боге здесь. Сторона о Боге, о Господе, который мало проповедники говорят о Нем уже. Раньше все проповедники более гармонично проповедовали. Сегодня они не говорят о Боге, так как Он есть на самом деле. Для современных, он как будто какой-то там любящий такой дедушка, как Дед Мороз, сидящий на небесах и хочет подарить подарки детям. Вот это их Бог, который просто хочет сделать людьми вот такие здоровенькие, хочет им подарить, делать им счастливее, и хочется им делать вот им вот богатенькие. Но это не Бог Библии. Здесь будем говорить о сторонах Господа Бога сегодня, которые не слышно о Нем так. Но Библия ясно говорит. Давайте вот 24 стих читаем. «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. А вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь в вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, как беда, как вирх, викр, вот как викр, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, я не услышу. С утра будут искать меня и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, и не приняли совета моего, презрели все облегчения мои. За то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающие меня будут жить безопасно и спокойно, не стращаясь зла. Давайте помолимся. Ну, Отец наш Небесный, ну, Господь, ну, Господь, я опять стою за кафедрой и собираемся здесь проповедовать Твоё слово, Твоё слово, Господь, и молюсь, чтобы Ты, ну, помоги меня, Господь, чтобы я говорил как правильно, и чтобы правильно говорил по грамматике, и, Господь, чтобы я говорил, чтобы было доступно и понятно людям. Господь, даже эти слова, они просто пустые, если они не сопровождаются со силой Святого Духа. Святого Духа. И, Господь, молюсь, чтобы Ты благословил, чтобы Ты дал вот этот власть с небес или дерзновение, чтобы Ты дал силу. И, Господь, молюсь, чтобы Ты благословил то, что сказано, чтобы те, которые здесь, может быть, не спасённые, Господь, чтобы они поняли Евангелие, чтобы они поняли их состояние перед Тобою. И, Господь, тоже молюсь за тело Иисуса Христа, чтобы они тоже поняли состояние погибающих людей. И мы это всё молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Ну, сегодня я хочу проповедовать вот о том. Конец грешника. Мы с вами, если вы... Что? А, да-да-да, я хотел. Я даже как с ней собрался. Спасибо. Было бы хорошо, да? Кому как. Да. Да, я не знаю, почему я так. Ну, я видел, что уже кончится место. Вот. Ну, вот. Конец грешника. Давайте, возвращаемся, братья и сёстры, к тему. Здесь это книга притчи. Один из этих книг в Библии. Мы их называем книгой мудрости. Это Иова, Псалтир, Притчи, Песня, Песня, Экклезиаст. Вот эти книги, они находятся особо в середине Библии. И если тебе надо мудрость, если тебе надо понимание, если тебе надо знание, читайте вот именно эти книги. Называются книги мудрости. Некоторые их называют как поэзии, книги поэзии, поэзические книги. Ну, здесь этот, кто здесь говорит? Ну, по контексту здесь говорит премудрость. 20 стих говорит премудрость, возглашает на улице, на площадях, как возвещает голос свой, как мудрость, это на уличный проповедник. Вот, проповедница. Вот такая, она проповедует на улице. И она говорит и говорит и обращается к людям. Но здесь эта премудрость тоже здесь олицетворяет. Олицетворяет, то есть, или Иисус Христос. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 11 глава. Держите, пожалуйста, держи это место. И откроем. Евангелие от Луки, 11, и Евангелие от Матфея, 23. Я хочу вам кое-что показать интересного. Евангелие от Луки, 11, и Евангелие от Матфея, 23. И Евангелие от Луки, 11 глава, и 49 стих говорит, «Потому и...» Что? Евангелие от Луки, 11, 49. «Потому и премудрость Божия сказала, пошли к ним пророков и апостолов и так далее, и из них одних убьют, и других изгонят». Здесь, «потому и премудрость Божия сказала». Кто сказала? Премудрость. Теперь Матфея. Евангелие от Матфея, 23 глава, и 34 стих. «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы и них убьете, распиняете». То есть, это практически одно и то же местах. Но Матфея говорит, кто послал и кто? Иисус Христос. А Лук сказал, что это премудрость. Что это? Это противоречие? Нет. Когда есть вот подобные места в Библии, Бог хочет кое-что нам учить. Здесь премудрость говорит другое, то есть, я высылаю на вас, и другое Иисус говорит прямо. Почему? Потому что Иисус и есть премудростью Божией. Смотрите, пожалуйста, вот первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, первая глава. Первое послание Коринфянам и первая глава. И тридцатый стих говорит. «От Него и вы во кресте Иисусе, который сделался для нас, что? Премудростью от Бога, праведностью и освящением, вискуплением». То есть, Иисус Христос, Он и есть премудростью Божией. Он, то есть, воплоти, так можно сказать. Так что, когда мы читаем в притче, и когда как будто премудрость, она такая живая, или это олицетворяет, как будто Господь здесь говорит. И Господь здесь говорит, и обращается, и Он с терпением каждый день обращается к грешникам, и, конечно, все, я бы сказал, практически абсолютно все в этом городе, может быть, пара штук есть, такие, которые обдуманные, или самообманные, но практически все говорят, что да, я грешник, да, я грешница, да, я грешник, да, и мы все грешим. Они все так говорят. Так? Тогда разве это не чуть-чуть не разумно немножечко копать, исследовать. Хорошо, я грешник, ну и что? Многие так и говорят, ну, мы все грешники, ну и что? Я хочу тебе именно объяснить, ну и что сегодня утром. Я хочу, чтобы вы поняли конец грешника, потому что Библия не молчит об этом. Библия вновь и вновь и вновь, и каждый день Святой Дух облегчает, и именно суд этого все дела, чтобы грешники не пошли туда, куда они пойдут. Так что конец грешника это говорится здесь в Библии, и об этом я хотел вот проповедовать. И самая первая, по этим контекстам здесь притчи, вот первая глава, 26 стих, читаем, что вот, «Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихр, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота». Я, во-первых, хочу сказать, что вот, конечно, грешника это просто... Как лучше, страшнее или страшно? Страшно. Страшно. Просто страшно. Просто страшно. Почему? Потому что, во-первых, когда человек умирает, и умирает в своих грехах, в Библии, как Иисус Христос сказал, что если ты не уверен, что это я, ты умрешь во грехах ваших. Так что, что-то есть об этом. То есть, когда человек умирает в этом состоянии, это вообще такой обман православной церкви. Говорит, что у тебя еще 40 дней борется. У тебя этого нет. Написано в Библии, преднадлежено, или как преднадлежало, вот, человек умреть. Положено. Надлежало. Спасибо. Надлежало человеком умреть, и потом что? Не эта великая борьба, не еще какие-то там искушения. Нет. Библия рисует, что точка на это дело. Когда последнее дыхание человека есть, у тебя есть надежда, пока ты живой. И потом суд. Это не получается по-ихнему. Это не просто вот какой-то там сон, который ты попал, и ты ничего не знаешь, как свидетели Иеговы, как адвентистик седьмого дня. Это не такое дело, как будто у тебя есть какая-то надежда, как это католики говорят, и у тебя есть какое-то там очилище. Очистилище. Этого нет в Пописании. Нет такого. Библия говорит, что у тебя есть надежда, пока ты живой, пока ты дышишь дыхание жизни. У тебя есть надежда. Но когда грешники посмеяются, когда они обращают внимания, а когда они умрут в этом состоянии, в Библии написано, что вот гнев Божий пребывает на нем. Гнев Божий. Каждый день, каждый вечер. Это как будто это туча черная, которая всегда преследует. Всегда преследует. И это страшно. Это опасно. И когда человек умирает в этом состоянии, уже все, что ожидает его? Гнев Божий. Гнев, пока ты живой, он милосердует. Он тебе долго терпит. Он терпел сколько лет Гитлера. Он терпел сколько лет именно Сталина. Мао Ци Дунг. Он их все. Он этот Валтер пошел, и потом ругался, мотировался, богохульство сказал, если ты есть, если ты, Господь, вот тогда ударь меня с молнии. И Господь вообще не обращает внимания на маленькие такие, как комары. Это как муки, которые чуть-чуть... Это вообще ничтожество. Но люди такие берут, думают, что они такие смелые, как они вообще такие большие. Но на самом деле каждый день, каждая минута гнев Божий пребывает на нем. Гнев Божий. Бог Библии – это Бог творения, Бог природы. И здесь Господь, чтобы мы поняли их состояние, Он при мудрости говорит нам, что его падение, погибель, как что? Как буря. И как викр. То есть, как смерч, как ураган. Вот такой рисунок, вот такой есть. Как будто деловой или бомж, какая разница, они оба грешники. Они ходят, курят, пьют, жизнь удалась, и на горизонт есть этот смерч. На горизонт смерч, и он прямо на пути этого смерча. То есть, скоро или позже он получит. Когда начинается этот ветер, когда он уже видит, что вот этот есть, куда ты бежишь? Куда? Этот погибел, она окончательная, она полная, она быстрая. Это Божий гнев и Божие осуждение на грешника, как раз уже пришел этот момент и этот день. Это будет страшно. Говорят, что самая наихужая трагедия в прошлом веке была в Пакистане. Было в ноябре месяце 1970 год. погибли 200 тысяч людей. 200 тысяч людей. Было циклон. Представляешь? Циклон. 200 тысяч. Это примерно как пять городов, как раздельные. И все эти люди погибли. Это просто творение. Это просто природа. Бог сотворил, Бог здесь рисует, чтобы вот ваш конец будет подобный вот так этот. Нигде спрятаться. Ты не храм этот ваший, там это к ваше крещение уже не помогает. Бабушка, дедушка не помогает. У нас в Америке в сентябре месяце всегда у нас это сезон торнадо, этой, ну, смерчи. И они бывают страшные. Я помню, как мы с мамой спрятались, и нам надо было найти где-то, где можно спрятаться. Мы ждали, пока мимо пошел вот этот смерч, и когда мы вышли на улицу, мы видели вот такие жуткие дела. Просто, да, просто жуткие. Маленькие такие вот палочки. маленькие палочки прямо через столбу. Говорят, что вот подняли дамаг, три стен одного дома поднял, оставил вот именно одну стену, и там окна были целые, и полки на оба сторон были целые, и вещи, которые были в этом доме, лежали на этой полочке, еще были там. Странные вещи. Говорят, что у нас было вот такое, прошел мимо бабушкин дом, и ширина от начала до конца было практически три километра. И он пошел, где были вот такие лес, именно дубы, где на сто лет или больше стояли, это было как солома. Еще сто миль, то есть это сто шестьдесят километров унастажения. И куда ты? Гнев Божий прямо на вас осредоточится, ждет, будет скоро или позже. Да, Господь тебя терпит сегодня. Да, он слышит каждое слово, записан каждое слово, каждое мысль, каждое стремление, каждый поступок, да, все записан. Божий вот такой гнев, действительно, конец грешника, это страшно. Вот. Следующее, я хочу сказать, что вот этот Божий гнев, он страшный, потому что не только потому, что Божий гнев на нем, но тоже потому, что Божье засмехание на нем, насмешка. То есть, здесь это чуть-чуть страшно, но здесь написано, что вот он будет, вот здесь 26 стих, зато и я посмеюсь вашей погибли, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Нам это тяжело понять такой Бог. Валтер, Бог мертв, Бог там сидит. Вот, Михаил, видишь, что они говорят. Мне было очень приятно, кто-то, какой-то атеист во Франции написал, что Бог мертв, и там написано от имени как будто Валтера. Ну, это заменительный такой атеист был. И потом, после того, как он умер, Валтер, там было написано Валтер умер. Бог. Чувство юмора. Это у Господа Бога есть чувство юмора. Просто читайте Исаия 40, 41, 42, 45 глава, и ты увидишь, что Господь, у него действительно чувство юмора. Вот. Наш Господь Иисус Христос написан, что Он радовался для Него как будто это было смешно. Он сказал, что вот эти божеские вещи, они доступны и понятно детям, но они скрыты от этих профессоров, книжников и фарисеев. Как это смешно. Вот. Это страшно. Страшно, когда именно всемогущее существо на вас засмеяется, потому что ты на него засмеялся. Страшно. Было вот 28 декабря 1908 год. Было итальянское город, называется Мессина. И было там землетрясение. 75 тысяч людей, они погибли. Этот город был очень безбожный. Говорят, что они были преданы пьянству и богохульству и все остальное. Их руководители насколько они были безбожные. Они несколько новых законов приняли против религии или религиозные принципы, как сейчас очень популярно. Газета называется Эл Тлифона. И они издали богохульство против Господа Бога на на день Рождества. И они угрожали и бросали на Бога вызов, чтобы Он сделал себе известно через трех дней. И через трех дней на 28 было землетрясение и 75 тысяч людей погибли. У Бога чувство юмора. Один человек во время построения этого Титаника, один из этих инженеров сказал, даже и Бог не может утонуть этот Титаник. Утопить. Бог сказал, хорошо. Иногда он этого делает, иногда он не делает, это его дело, но он может любое время и в любой день и поэтому конец грешника страшен. Второе. И это страшно по сами по себе. Надежда это что-то, которое просто волшебное на сердце человека. Без надежды люди они как-то медленно или даже быстро умирают. Когда всегда есть надежда, что что-то будет лучше. Есть над чем надежда. Библия говорит, любовь, надежда и вера, все три, они величайшие такие вещи, но один из них, конечно, лучше всех это любовь. Но надежда это вообще хорошая вещь, хорошая штука, и невзирая на когда дело, или когда ситуация, когда что-то в жизни очень тяжело, всегда есть надежда. Слава Богу, что всегда есть надежда. У нас Бог, который обеспечит и щедро дает нам надежды, братья и сестры. Но конец грешника без надежна. Почему? Во-первых, потому что здесь 28 стих, тогда будут звать меня, и я не услышу. разве это не парадокс, что ад это и есть место молитвы и молбы и ходатайства. Мы поем молитвы час, молитвы час, да? Самая последняя строчка, вот мы говорим об этом день, когда мы будем с Иисусом Христом, когда восхищение, мы говорим прощай, прощай, что молитвы час. Почему? Потому что мы его увидим, мы его будем узнать, нам уже не нужны жить по вере, мы будем с ними. Он будет прямо там. Нам не нужны уже молитвы, так как нам нужны сегодня. Мы говорим прощай, прощай, молитвы час. Разве это не парадокс, что вот конец верующих людей, это что уже не надо нам молиться больше. А для именно погибающих они молятся там в аду. Этот богач, который был в аду, обращался к Аврааму и сказал, что он делал. Он молился, у него были молбы, он ходатайствовал за своих погибающих братьев. Они молятся, Бога уже не слышит, был у тебя шанс, у тебя была благодать каждый день, каждый миг, но ты призрал этот, ты не хотел. Есть люди, которые смотрят на нас, мы собираемся здесь по воскресенье. Это маленькое знамение этого города, этому городу. Каждое, каждое воскресенье отдаляется от этого города. Маленькое верное остаток. Она собирается. Что это? Это знамение против них, что придется день, когда мы... До свидания. мы здесь не будем пережить этот гнев, как ты будешь. Слава Богу. Люди смеются, люди вот именно говорят, вот такие укусы, как эти коммунисты раньше, как атеисты раньше порицали, как они засмеивались на молитву, как эти астронавты они пошли туда в космосе и сказали, что мы там были, мы не видели Бога никакого. что вот как эти коммунисты раньше говорили, вот такое было место инцидент, когда были маленькие детки. Их не мозгах, они только что начали сформироваться. Они упывают, они надеются, они верят именно эти преподаватели. Это именно людей, которые должны им преподавать правду, предупредить, готовить самое наиважное их души на вечности. Они говорят, Бога нет, молись, спроси у него конфеты. Детки склонили их не головах, и потом склонились и молились, вот дай мне, Господи, пожалуйста, конфету, конфетку, и ничего нет. А теперь они говорят, молись Ленину. Такое было. и люди спрашивают, почему у нас не так, что-то не то. Бога поругает, не бывает. То и человек, то и что? Почнет. Где покаяние подобных поступков? я хочу видеть покаяние народное. Я хочу, чтобы это было в газетах, по телевизору, что мы это сделали, что это было неправильно, и мы больше так и не будем молчать. люди не понимают. Страшно. Боже, вот этот конец этого грешника, он безнадежен. Почему? Потому что Бог не отвечает их молитвой. и почему вот когда люди даже и молятся, они не молятся так, как надо, они молятся неправильно. Они молятся, чтобы у них были деньги, они молятся, чтобы было здоровье, они молятся, молятся, чтобы они выигрывали в этой лотерее. Пьяные молятся, чтобы перестала крушиться эта комната, я помню, я прекрасно помню, пару раз я стал верующим человеком возле этого великого белого трона. Стал верующим человеком, я больше так не делаю, Богосподи, пожалуйста, помоги меня. Молитва, и потом что сделал, именно как Писание говорит, когда просыпался, на следующий день, что он сделал, он искал тоже, те же. Вот верующие люди, они молятся, и молятся неправильно. Вот, это не безнадежно, потому что вот именно Бог не будет его уже помогать. Бог обеспечил все помощи, все его любви, все, что тебе надо, Бог уже заранее приготовил для тебя, но где это находится? Вот, тебе хочется, ты хочешь именно надежды, ты хочешь милосердия, и спасения, и прощения, и все Божие благословения, это все там, на Голгофском кресте, в Иисусе кресте. хочешь получить, тогда прими его. Верующие сына имеют жизнь вечную, а неверующие сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем, все Божие благословения это в Иисусе Христе. Ты его отказался, ты именно ваша там судьба уже как сказать, совершил. Нет другого имени под небом, через которого надо спастись. Нет другого пути, он сказал, что я есть путь и истина, и жизни. И когда люди именно засмехаются, когда именно небрежные, когда они не обращают внимания на то, на все, что Бог сделал для них, конечно и конечно страшно. еще хочу сказать, что вот их конец заслужены, заслужен, нормально, заслужен, заслужен. Почему 29 стих говорит за то, что они возненавидели знания? Настоящее знание не хотели, не хотят. Ты знаешь, сколько бы открывал бы человеками, если человеком, если они просто верили Библию? Нет. И не избрали для себя страха Господня. То есть, они ненавидели это знание, знание о Боге, не хотят, знание как спастись, когда мы пытаемся раздавать трактаты людям и говорят, что вот на тебе все, что тебе надо, чтобы спастись, что они делают? Американская вера, все угодно. Когда мы даже и пытаемся давать им Новые Заветы, вот такой абсурд, вот на тебе Новый Завет, это Слово Божие. Что Новый Завет, у нас этого нет, у нас христианство, говорят вообще глупости, претендуют и верят в себе как будто они такие умненькие, знания не хотят, понимания и премудрости не хотят, поэтому они заслужили. Мне чуть-чуть надоело именно течение, этот общий дух этого мира сегодня и эти проповедники не всегда делают ударение на эти бедные грешники. Ой, эти бедные погибающие, сколько они такие бедные, ой, 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 эти бедные грешники. И я хочу тебе сказать, что да, но они выбрали этого, они этого и захотят, поэтому они именно туда, куда они захотят, в аду, где будут пережить муки, страшно будет там. почему? Потому что хотели так, потому что не хотели Господа Бога. все говорят, почему вот мы так, почему Бог не так делает, почему, почему, почему. Я хочу тебе сказать, что Бог давал тебе гораздо лучше, чем вы заслуживали. Как будто все мученики, как будто Бог не добрый, Бог очень добрый. Он терпит тебя, терпит меня, терпит нас, каждый день, каждый мы, все наши неблагодарности, роптания постоянно, мы никогда не удовлетворенные, никогда недостаточно, всегда хочется что-то больше. Конец грешника, а он заслужен. Почему? Не хотел знания о Евангелии, не хотел знания о Библии. Миллионов Библии уже разделено здесь бесплатно в бывшем Советском Союзе. И у людей некогда их читать. Вашингтон, тот, который на этот первый доллар сказал, нельзя порабощать народ, который читает Библию. Люди задают вопросы, почему? 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 Потому что? Конец грешника будет страшно, почему? Потому что тоже не хотели Божий Совет, 30 стих. Не приняли Совета Моего. Интересно, как они называли себя советские, дают совет. как это все получилось на вас? Как это общество без Бога? как? Пора платить. Пора действительно. Совет этих советских людей построили целое общество без Бога. Как это получилось? Будем говорить Молодцы. Давайте еще. Бога поругает. Не бывает. То, что человек сеет, то и пожнет. Даже если бы было просто Советский Союз, если советские люди вообще не были атеистов, получилось гораздо лучше. Но даже и до них была совсем другая система верующих людей, которые именно этот вид христианства занималась что? Идолопоклонства. И что ты ожидаешь? Когда Бог говорит, не сделали вот выше его от Бога, нету Бога кроме меня, не представьте ничего выше от Бога. И не сделайте никакой кумир, никакое изображение, и нельзя поклониться. так что вот братья, сестры, нам не надо здесь как изумляться, нам не надо здесь как-то как будто мы не понимаем, я поражен. Нет. Последствия заследия греха, смерть, Писание говорит, что вот нечестивые будут брошены в в аду все народы, которые забывают Бога, все народы, которые забывают Бог, будет как в ад. Люди поражаются. Я хочу тебе сказать, что это меня не удивляет, надо даже такое ожидать, поэтому нам надо умолять Господь, нам надо молиться, нам надо воспространять, потому что когда общее мнение народа, которое вокруг нас, братья и сестры, когда они против Бога, тогда мы находимся в осредине общества, которое ждет просто гнев Божий. Скоро или позже мы получим. Американцы и верующие в Америке, ты знаешь общее мнение о верующих в Америке? Верующие, хорошие верующие, как мы, общее такое мнение и дух это что мы ждем. Невозможно и нельзя, чтобы какой-то народ, который получил столько много от Господа Бога, вел себя, так как Америка, Соединенные Штаты ведет себя сейчас. Гнев Божий будет на нее и скоро будет, если Господь не изливает именно обильно и щедро его гнев на Америку, ему придется именно извиниться перед Содомом и Гоморром. Особенно эти города как Нью-Йорк, как Чикаго, как Лос-Анджелес, как Амин, Майами, страшные города. Это грех сплошной и рядом. Гнев Божий ждет вас. И любой народ, который забывает Господь Бога. Так что, конец грешника, хочу тебе сказать, вам сказать, что заслужен. Заслужен. Я не знаю, у меня нет сейчас ум Христа, Библия говорит, что будет такой день, когда мы будем иметь именно его ум, когда будем действительно слава Богу, уже мыслит нормально. Я не знаю, как, но у меня есть знакомые, у меня родственники есть, которые его не хотят. Я знаю, что придет момент, когда будем уже стоять на распуте, когда я уже буду с Господом вечно придется прощать. будем именно их молбы и крик и муки и все остальное слышать. Я буду сказать, Бог, ты справедлив. Ты сделал право. Тяжело это сейчас понимать. Мне тяжело прямо сейчас тяжело иногда понимать. Но я знаю, что он делает, он делает добро. он делает хорошо, он долго терпит, он обил нас милосердием. Все есть. Но когда не хотят, не хотят слышать, не хотят его совет, не хотят, когда он говорит, что вот, ты не делаешь право, он говорит, здесь 30 стих, призрели все облегчения мои. Мы говорим, перестань именно этот идолопоклонство заниматься. Перестань уже гулять, перестань этот блуд. Аборт это плохо, наркоманство это плохо, это грех. Прелабодеяние это грех, нам мы кричим, предупреждаем, они вот такие, что вот уйди от нас американская вера. Это не американская вера. Вот. И у них не было 29 стих за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Они больше боялись именно что думали о них сосед. Этот сосед тебе не поможет. Боялись как будет о тебе говорить на базаре. Они там и не будут никакой поддержки. Поэтому и напоследок. трагично. я уверен братья и сестры что если бы был только один человек на земле только один Христос сказал так. Он сказал что какая польза если человек приобрел весь мир но потерял собственную душу. То есть одна душа стоит гораздо больше этого мира и все что в ней есть. если бы ты был единственный человек на земле Иисус бы пришел специально для тебя. Он бы отдал свою жизнь для тебя. Если даже и ты был тот который сплетен воспространялся против него если ты был тот который кричал распи его если ты был тот который ударил его по лицу убрал его бороду плунул на его лицо если ты был тот который именно с гвоздями прибил его руки и ноги и тот который бил его вот так если ты этого все сделал если ты был тот который именно этот венец и засмехались во время его муки и когда он медленно умирал, он бы все равно молился за тебя и сказал, отче, простите их, ибо он или она не знает, что они делают. Поэтому, когда погибающие идут в аду, это трагедия. Почему? Потому что не надо, чтобы это было так. Вот в чем, что вообще бессмысленно. Все для тебя уже было сделано. Абсолютно все, что тебе надо, чтобы иметь прощение грехов. Все Иисус сделал на кресте. Он сказал, что все вершилось. Он сделал все для тебя, и Он именно доказал, кто Он есть на самом деле, когда Он воскрес из мертвых третий день. Магомед этого никогда не сделал. И не Сталин, и Конфуция, и, конечно, когда эти все подобные, самые званные такие люди, они приходят и уходят. Они все кончатся именно в кладбище. кроме кроме одного, Иисуса Христа. Иисус Христос, Он воскрес третий день, и Он предлагает тебе прощение и вечную жизнь. Если все, что Он сделал для тебя, это ничтожество, если конец этого все, после всего, как Он умер для тебя. Это вообще, это трагедия. Трагедия. Почему? Не хотел. Не хотела. Так что у меня для вас просто трое вопросов. Их всего лишь три. тебе надо спасаться? Вновь и вновь и вновь. В Библии есть такие вопросы. Спасение, спасешь и спасен будешь. Спас. Спасение. Спасаться от чего? От ада и от наказания за греха. Так что у меня вот такой вопрос. Тебе надо спасаться? Много даже и не понимают, что им надо. Не понимают, что они находятся в этом опасном состоянии сейчас. Каждый день встают самое важное, что буду кушать сегодня. Второй вопрос. Первое, тебе надо спасаться? Чувствуешь нужды? ты хочешь спасаться? Если человек не хочет, что мы сделаем? Ничего. Ты не спасешься, пока ты не видишь, что у тебя есть нужды, пока ты не увидишь, что вот твои мелкие, ничтожные, жалкие, ничтожные, такие добрые дела, не спасет тебя, пока ты не понимаешь, что Господь эти вещи не берет, не возьмет, он не как гаишник. Тебе нельзя ему просто давать деньги, чтобы не было какой-то там штраф. Он будет судить правила. Тебе надо спасаться. Ты хочешь спасаться? Следующее, ты знаешь как? Ты знаешь как, если надо? Если хочешь? Это у нас сейчас приглашение, именно для этого. Если ты здесь, и ты не знаешь, что ты спасен, если ты считаешь, что тебе надо, и хочешь знать как, у нас сейчас приглашение именно для тебя. Это был именно проповедь, действительно не такое, что можно прыгать, танцевать, великовать, веселиться, и все остальное, но мы говорим о вещах, которые действительно вечные. Иисус Христос проповедовал об Аде больше все остальные апостолы в Новом Завете. Он пришел, чтобы спасать нас от этого, чтобы у нас не был подобный конец. Так что давайте обращаемся в Господу в молитвы. Если вы знаете наверняка, что ты спасен, спасена, и как просто вы приняли Иисуса Христа как личного спасителя, пожалуйста, поднимите руку, знак спасения, да, я его принял. Да, я его знаю, да, я его принял, спасибо. Спасибо. Если вы не смогли, если вы его не знаете, если тебе надо, и тебе хочешь, и хочешь знать, как спасаться, пожалуйста, поднимите руку. Есть подобное у нас? Тогда все здесь, по вашим исповеданиям, вы все верующие, вы приняли Иисуса Христа, тогда да, этот проповедь может быть не совсем был для тебя прямо, но время от времени нам надо упоминать состояние погибающих людей, чтобы мы их предупредили. Мы всегда смотрим на людей, мы смотрим как соседи, как продавцы, как чиновники, смотрим вот так, и нам надо привыкать на людей, смотреть, как Бог смотрит, эти души, эти души, из-за которых Иисус умер. Но Отец Наш Небесный, благодарю Тебе, Господь, за предупреждение, за все, что сладкое в Библии и все, что бывает очень горькое. И Господь благословен, вот Господь, мы принимаем и то, и другое от Тебя. И Господь, молюсь, чтобы Ты помог нам воспространять Евангелие, достигнуть именно наши ближние соседи, сотрудники и родственники. Господь, молюсь, чтобы Ты нас учил молиться за погибающих, чтобы у нас было бремя за погибающих, чтобы у нас было знание, как им говорить об Иисусе Кресте. И благослови наш труд, который сделан в Господе. Молюсь, Господь, за эту церковь, чтобы она была укреплена в дело Евангелия. Мы это все молимся во имя Иисуса Креста. Аминь. 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 Все встаньте, пожалуйста. Спасибо за внимание. Какой это номер? 237. 237. Если тебе надо еще молиться, если у тебя есть груз на сердце, если у тебя есть дело с Богом, тогда, пожалуйста, продолжай в молитве. Там, где они и находитесь. Это называется дом молитвы. Все остальные давайте споем. Крутко и нежно Иисус призывает, всех призывает, любя. Стал у порога стучит, ожидает, ждет он меня и тебя. прийти, прийти, и всякий, кто жаждет, прийти. С нежной любовью Иисус призывает, грешник, немедленно прийти. И можно ли медлить, когда Искупитель просит о каждом скорбя. Дар благодати принять не хотите, дар для меня и себя. И и прийти, 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 всякий, кто жаждет, прийти. С нежной любовью Иисус призывает, грешник, немедленно прийти. И последний, четвертый. мир и любовь нам Господь обещает, в жертву отдал он себя. Мы согрешили, но он нам прощает, примет меня и тебя. прийти, 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 поприйти, всякий, кто жаждет, прийти, с нежной любовью Иисус призывает, грешник, немедленно прийти. Аминь, Аминь. Ну, надеюсь, что это было, ну, как сказать, что ободрил или поддерживал, чтобы назидал. Надеюсь, что назидал. Ну, хорошо, хорошо, вот сейчас у нас